Ламборгини, Морселага. Не Ламборжини, а Ламборгини. Это проект. Морселага это флагман итальянского публистроения. Сделан достаточно просто и надежный. Двери имеют определенный доводчик, то есть если мы его в том положении оставляем, они доводятся, так же они опускаются вниз тоже с доводчика. Дальше агрессивные зеркала тоже складываются, вручную, никакой нейтроники. Дальше поговорим о покраске. Покраска идет 5 слоев краски, то есть цветоводовра достаточно сложных. Колеса, как обычно, никого не удивишь в 18 радиусе. Ширина задних колес достаточно большая, 335. Тут нижний порог, воздухозаборник, двигатель. Шрабры, которые открываются, но на большой скорости они не открываются, не открываются на маленькой скорости. Задний прозрачный бэк-худ и виден двигатель, что так сделано, что можно руку поставить. 12-цилиндровый двигатель в ламборгини. Здесь все достаточно скромно, сетка, карбон, сам двигатель, ничего лишнего. Лезть туда тоже не надо. Все сделано так, чтобы водитель даже не имел смысла туда полезть. Если мы плотно закроем бэк-худ, у нас машина не поедет, у нас надо его закрывать плотно. Дальше задние фонари, то есть обновленные по сравнению с обычным марсиалами. Светодиодный. Задний выход немножко тоже изменен. Изменена сама труба. А внутренности остались вниз. Да. На браке камеры. Сейчас две трубы как были, так и остались вниз. Кайма осталась пока. И фузоры пластиковые. Это обычные. Багажник приходится впереди. Кажется, надо странноватым, но потом привыкаешь. Вязать немного. Пару сумок, камера и чехол для машины. Есть также и нижний отсек. Кроме того, имеется сундучок в механике. Самый прикол – это белые перчатки. Все гламурно по этой линии. Я думаю, вряд ли кто-то будет нахработать. Также имеется вентиляция. Убилетная температура сохраняется даже в багажнике. То есть кондиционер тоже сюда идет. Вот. Дальше машина покрыта определенной пленкой. Защитной. От мелких сколов. По интерьерам. Все достаточно просто и паспортанский. Ничего лишнего. Единственное, она напишкана электроникой внутри. То есть эту электронику можно отключить. Но, я думаю, это не вайпер. На вайпере там практически нет. Здесь все равно какая-то часть. Электрические системы будут помогать. При экстренной ситуации. С машиной все-таки не корч, а для повседневной езды. Итак, по поводу салона. Здесь все обшито кожей. И имеется определенные ставки карбона. Карбон по центру. Карбон на приборной панели. Карбон здесь на дверях. Все прошито желтыми нитками. Имеется ручка. Я думаю, что она больше не для водителя, а для пассажиров. Я за руку берусь. Коробка ЕДЖИР. Не автомат. То есть надо переключать лепестками. Однозначно. То есть нет такого, что разгоняешься. Там вторая, третья, четырех. Нужно переключать самостоятельно. Доводить до нормальных оборотов. Это в таком режиме. В городском можно с 3 до 4 тысячи переключать лепесток. А на более спортивный с 4 до 6. Единственное, на 6 тысячи машина напрягается. Не слабо. Но я думаю, она подготовлена для этого. На навигатор не смотрите. То есть на мере какие-то вещи необходимые. Вот. Сиденья. Сиденья. Балькантарик. Единственное. Они не электрические. Они механические. И это нужно полагать. Что электроники здесь минимум. Электроника в машине. Что касается комфора, электроники нет. Вот маленький. Там бардачок. Бардачок также имеется. Там как бы... Получается большеженский вариант. Вот здесь бардачок может быть. Вот сиденья. Убегается. И бардачок. Достаточно неудобно. Особенно навозить нечего. Здесь бардачка нет. Дальше. Ремни. Низ. Ремни. Настегиваются наоборот. Нестандартные. Не слева направо, а справа направо. Вот так же регулируется. Имеется. Верхний карман. Обычно для айфона я его использую. Вот. Электроника. Азартачивая. То есть, когда долго машина стоит, не едет с включенным зажиганием, то это как бы непорядок начинает прыгаться. Вот. Имеется так же центральная приборная панель. Сидите и проигрывайте. Так же там встроено радио. Вот. Кроме того, такой простецкий. Слишком простецкий. Климат-контроль. То есть, ничего лишнего. Темперура вверх-вниз. То есть, побольше воздуха, меньше воздуха. То есть, и направление. Все. Больше ничего нет. Ну, направляющие его воздуховоды. Вот. Вот. Нандерайтересик. Посмотрите тоже. Вот. Дальше. Следующий момент. На этой машине нужно ездить. Это самое главное. И ездить быстро. То есть, эта машина для активной, агрессивной, быстрой езды. То есть, сама по себе она, да, красивая, но она больше красивых движений. Сейчас. Третья. 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 Рулевое управление достаточно другое, руль постоянно стремится в центр, то есть это, наверное, течет в другие почты, то есть, так знаешь, он сам он гараживается, причем принудительно, его нормальное состояние, это прям, вот, первая скорость, она достаточно резвая, вторая еще резвая, то есть это, наверное, включает автомашину. Полный привык, это ощущение того, что он ползится по другому вопросу, вот, у нас нет, поэтому, это, наверное, самая лучшая машина в мире. Переезжаем на самый главный роуд в Орландо, это четвертый роуд, там самое большое количество машин, и поездка, я думаю, будет очень интересная. Поиграем в небольшую шахматку, но при этом не пугая американцев, они это очень любят. Будем действовать по джентльменски. Дороги просто отличные. Эта машина только для хороших дорог, и только для хороших дорог. Кто бы не говорил, что там можно ездить по таким дорогам, ухабистым, что можно притормаживать, все это ерунда, только по хорошим дорогам можно ездить. И сейчас мы это докажем. Черный раз рассчитываю над ароматом до авторальной Это это не причин association взлетит тонн, Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Дизнея Дизнея Сказочное место Все цены умножат на 3 Нормальный Красота требует денег Дизнея 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 наверное знают о команде Орландо Мэджик и все, где находится Орландо? Орландо Мэджик и Орландо, на самом деле Орландо это крупнейший туристический центр мира, год посещает 60-62 миллиона человек, вот они в прошлом году отмечали 60-го миллиона 60-го туристов, ну то есть 60 миллионов туристов обрабатывает этот город, это обычнейший аэропорт, вот, для справки, всю Италию посещает 50 миллионов туристов, здесь один город только 60, то есть это просто гигантомания, то есть здесь находится в районе 14-ти крупнейших парков, а если парка взять не крупнейших, то в районе 70-ти, в мелких парках, но там заповедники, позже, это такой, наверное, тоже, пазнь, дорог, которые, очень хорошее состояние, вот надо пнать по нему. Италия Пауэлландо Италия Пауэлландо Продолжение следует... 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 Продолжение следует...